Это одна из самых спокойных регионов. Это синхронизировано около 3 минуты. И это здание остается стабильным, контролируемым, но не подстоит. И 300 километров с Донецкой Уганской. Эффициентная концентрация на нашем районе. Мы только в этом году задержали более 30. Это народы направлено на территорию Африка. И это крупная часть работы в России, для которых в России заключается обеспечение на уровне. Мы придемлежать вечеринку с الإ warnцами. Выpsом с вами, Горида и Романиельской области. Сегодня мы проводили тратим интересы и мероприятия. И в основном мы требуем иметь безопасность и безопасность. Я могу сказать, что мой коллега из строительства полицейских экспертов Евросоюза поедет с вашим региональной главой милиции Украины в город, где начинают очень обещающий эксперимент. У нас состоялся действительно рабочий конструктивный разговор. Он был вокруг обеспечения и реформирования гражданской безопасности Харьковской области, реформирования правоохранительных структур, а также приграничные службы и службы по чрезвычайным ситуациям. Сегодня для Харьковской области это крайне важно. Мы не будем сейчас выдавать все это не секреты, но это рабочие моменты, которые подлежат еще согласованию сторон. Но у меня есть внутренняя убежденность, уверенность и предварительная договоренность, что в течение двух месяцев это вылезет в конкретный проект или вы говорите в конкретное подписание того или иного документа. Мы понимаем в Евросоюзе и в его членах, что Украина, но и особенно Харьковская область и город этот очень исторический город переживет уже полтора года больше. очень сложный момент и я хотел бы поздравлять гражданина Харькова и руководство региона и всех, которые стараются поддержать мир, кооперацию с целым миром и достичь то, чтобы ваш регион начинал опять развиваться. Это трудный момент для вас, но мы абсолютно уверены, что Украина и ваш регион тоже борются с этим моментом успешно. Сегодня наш разговор, как всегда, в Харьковской области носил практичный характер и я еще раз повторюсь, в ближайшее время будет реализован. Сейчас господин Карлов проведет ряд рабочих встреч в первую очередь в управлении внутренних дел Харьковской области и дальше миссия будет работать по своему графику и этот график мы оговорили и он действительно крайне, подчеркиваю, крайне позитивный будет для Харьковской области. Вдох.